Философия бойца Ну давайте обсудим философию бойца. Причем давайте, как всегда, как уже делалось в ряде видео, мы это обсудим преимущественно к гражданской жизни. То есть мы сейчас не говорим о поле сражения, мы не говорим о каких-то особенных ситуациях, в которых вы вряд ли окажетесь. Мы говорим об обычной жизни гражданской, причем преимущественно городской жизни. Наверное, мы все хорошо понимаем, что сейчас такая локализация ресурсов человеческих в России происходит. Наверное, на всем постсоветском пространстве локализация. Люди стремятся в основном в города, это вполне понятно. И именно из-за этого страна, собственно, и гибнет потихонечку. Ну вот созданы такие условия гибели страны. Так вот, люди в основном, все-таки у нас живут, люди, живущие гражданской жизнью, живут в основном в городской среде. Поэтому мы поговорим о городской среде, наверное, да? Вот давайте поговорим о философии бойца в городской среде. Я, не знаю, как другие, на личном опыте скажу, в конфликтных ситуациях, прежде чем ответить ударом на удар, я всегда ищу более мягкий выход. И часто его нахожу. Ну, совершенно согласен. Конечно, замечательно. Была даже такая фраза, весьма странная, конечно, и далекая от реальности. Но, тем не менее, такая вот фраза, лучший бой не состоявшийся, да? Ну, кто-то, для кого-то это действительно хорошее, правильное решение. Не, ребят, если вы можете уклониться от экстремальной ситуации, значит, ситуация не настолько экстремальная. Все в порядке. Действительно. Ну, а почему, собственно, вы должны там бросаться на амбразуру? Вы же не Александр Матросов, правильно? Вам еще жить и жить, у вас там семья, там, у кого-то дети, у кого-то жена, у кого-то мама с папой, там, и так далее. Ну, и почему вы должны рисковать этим вот всем и садиться там, например, куда-то там, в места не столь отдаленные? И кого-то наказывать? И вообще, почему вы должны участвовать в каких-то конфликтных ситуациях, когда этого можно избежать? Это совершенно очевидно. Но когда избежать невозможно, ну, опять за вас уже все решили в этот момент, правильно? И насчет того, что вы категорически против насилия, слушайте, да я вот тоже, например, если говорить обо мне, я исключительный пацифист. Вот если было можно прям пацифистом жить в этой жизни, прожить всю свою жизнь пацифистом, было бы замечательно. Ну да, действительно, жизнь нам подбрасывает совершенно другие ситуации и не сообразуется с нашими фантазиями на тему жизни. Поэтому пацифистом прожить я не имею в виду вас лично, вас это касается там и так далее. Но когда это действительно касается кого-то еще, например, ну, вряд ли вы проживете пацифистом. Идем дальше. И, кстати, именно вот этот вот пацифизм какой-то непонятный, некоторые страны третьего мира загоняют как раз в совершенно тупиковые какие-то места, из которых уже выбраться невозможно. Там пройдена точка невозврата, население не попыталось ничего сделать с правящей вот этой вот группкой лиц алчных, ну и страна погибает. Конечно же, если на тебя уже положили руку и схватили за грудки, тут я не разговаривал. Было так, что несколько раз сделал бубу и тут же меня отпускали. А потом извиняться начали. Отлично. Да, все правильно. Для меня философия в том, чтобы отражать только тень противника. То есть не полностью отражать зло человека на него, а хоть немного смягчать, в разумных пределах, конечно. Алексей, золотые слова. Даже не знаю, как лучше сказать, как лучше выразиться на тему, которую мы сейчас обсуждаем. Здорово. Так. Ответ Алексу Толстому. Интересная мысль. Надо подумать на досуге. Хорошо. Так. Сядь и сиди, пока муть не осядет. Говорю, Морич. Да. Один из таких вот доступных достаточно способов медитационных, да, действительно, подождать, когда осядет вся эта муть. Ну, правда, ваше окружение, ситуация, в которой вы живете, и время, в котором вы живете, не всегда дает такую возможность. Всегда появляется что-то или кто-то, кто взбалтывает вашу емкость с мутью, с этой, со всей. Так что здесь не всегда все просто. Прямо скажем, особенно городскому жителю. А мы об этом уже говорили. Что можно сказать? Практика опять. Практика, практика, практика. Дальше идем. Так. Задача мужчины, отца и деда – это научить детей и внуков постоять за себя. У меня трое детей и двое внуков. Да, Эдуард согласен с вами, но, знаете, на детях-гениях природа отдыхает, да, и очень часто получается так, я это видел, например, наблюдал, что хороший боец имеет сына полностью, полностью отдаленного от боевых каких-то практик. Ну, вот не желает он, не может и так далее. Такое, к сожалению, тоже часто бывает, тут ничего не сделаешь. Люди рождаются здесь со свободной волей. И чтобы вы не пытались нарезать кому-то, мы же понимаем хорошо, что из-под любого давления есть способ вырваться. Дальше идем. Пришлось однажды драться с двумя противниками, навесили, боли не чувствуя, да и крупнее меня. Согласен с вами. Человеку, которого я и учился советскому карате, говорил, что боевые искусства нужны для предотвращения агрессии и насилия, но не для выхода своей собственной агрессии и жестокости. Опять золотые слова, конечно. Но, братцы, знаете, вот у меня, почему у меня с детства к карате, к советскому, отношения было всегда отрицательным. У меня при этом, ребят, не обижайтесь, у меня много друзей было всегда, которые практиковали то или иное направление японское ударное, да. Вот, поэтому они на меня не обижаются, что я карате не очень люблю, там, например, не только в их исполнении, а вообще. В основном это связано с тем, что философский стержень японских боевых искусств к нам на постсоветское пространство попадает довольно поздно. и сначала выращивается целая плеяда отморозков, ну, как мне кажется, которые ведут себя просто вызывающе, отвратительно там и так далее. И только потом появляется уже новое поколение людей, которые понимают уже философские основы, ну, в частности, например, карате, там, штаканы, если мы говорим, например, о штакане там и так далее, и которые начинают практиковать это совершенно с другой стороны. Поэтому гопотни среди каратек не меньше, наверное, чем гопотни среди там боксеров, например, там, или борцов каких-то, или я не знаю, кого. Так, если нет возможности сидеть, помни, что бытие определяет сознание. Бытие определяет сознание, не могу не согласиться отчасти, а если нет возможности сидеть, это вот не совсем понятно. При игроке с пьяницей используй деревья и стены, приложи его к ним. Нет, слушайте, не всегда тоже работает. Ну, если человек пьян настолько, что он встать с земли не может, тогда, наверное, он вам и не угрожает ничем. Если вы там на него бросаетесь, с чем, не знаю, с чем, если вы на него бросаетесь вообще в принципе, то, наверное, вам просто хочется поглумиться над ним. В противном случае можно с ним и вовсе не связываться, я надеюсь, да? А по-другому как понять вот это выражение, используйте стены и деревья, приложите их к ним. Какой в этом смысл? Они не чувствуют боли, они не чувствуют травм, они не чувствуют, вообще ни на что внимания не обращают. Ребят, пьяному человеку или наркоману, там, например, под дозой какой-то, вы можете все пальцы последовательно и медленно переломать. И это ничего не будет значить. Ребят, вообще, о чем мы говорим, я не знаю. Так. Хотите выплеснуть свою агрессию? Пожалуйста. Ты мишевари. Отличная идея, да. А на людей свой гнев переносить – это неправильно. Согласен? Согласен. Гнев уплескивать. А разве не лучше его вообще не порождать? Гениально. Согласен, Алексей. Все правильно. Кому это нужно, как говорится? Это же очень энергоемко. Слишком энергоемко, да? Это все равно, что пить энергетик. Вот вы пьете энергетик, например, на какое-то короткое время вы на коне, а организм ваш постепенно изнашивается. Недолго вы протянете на энергетиках. Или, как некоторые спортсмены, недолго протянут на допинге каком-то, да? Убивают себя, свой организм, свое здоровье. За что? За блестяшку на груди. Так. Так что гнев, да, это то, что вас вычерпывает до дна и оставляет ни с чем. Так. Дальше. Гнев и агрессия. А вот чтобы их не порождать, тут надо много работать головой. Ну, да, наверное. Так. Это я о тех людях, что часто вспыхивают как огонь. Да. По поводу советского каратэ, что ж обидного? Да и в техническом плане оно также несовершенно. Ну, да, конечно. Такое было время. К сожалению, железный занавес не делает из нас профессионалов. Ни в каком направлении. Вспомните хотя бы наш автопром волшебный, который отстал на сотню лет, наверное, от западного, скажем, или от восточного. В то время, как, например, Китай тот же самый, да, за десяток лет или за полтора десятка лет превратился в промышленную просто, в промышленный центр такой мировой. Ну, вот, что значит железный занавес и его отсутствие, когда приподнимается наконец от железного занавеса. Так. Лицом об стену кровь заливает глаза. А, в этом смысле? Ну, окей. Так. Хотя кроваво, конечно, звучит. Так. Абсолютно согласен. Так. Дальше идем. Меня часто... О, Миш, привет! Очень рад тебя здесь видеть и твой комментарий. Кстати, вот человек, которого я уже рекламировал с той точки зрения, что он сейчас готов взять там небольшое количество учеников. И, кстати, обидно, довольна, что целый ряд людей когда-то говорили, а посоветуйте, пожалуйста, в Москве хороший клуб, куда мне пойти заниматься, вот я так хочу. И вот появилась возможность, и никто не обратился. Ребят, никто не обратился. Я поражен. Реально поражен. Так вот, Миша, так. Меня часто хотят побить. Я бы, может, и рад со всеми драться, но после драки руки не... А, руку не живут. Приходится бежать в полицию, предварительно получать побои, общаться с операми и так далее. Агрессивно будет дорого. Да. Это московские будни. Совершенно верно. Да, ребят, даже маленький синячок, который найдут у вашего противника или ваших противников, причем этот синячок, может быть, вообще не вы ему поставили, а он сам там, я не знаю, когда-то, два дня назад, все равно он будет против вас, этот синячок. Поэтому, да, вот будни московские примерно так устроены, как вот Миша сейчас описал. Абсолютно так. К сожалению. Было время, когда было все несколько посвободнее и полегче. Сейчас люди находятся в таких тисках закона, из-за претительных разных норм. Я не знаю, ребят, как сейчас люди в России живут. Не в России, я неправильно сказал, в постсоветском пространстве. Не знаю. Так, и эти термины в нем, кентуса и так далее. Да, верно. Я тоже помню замечательный перевод. Такую книжку, да, перевод был с испанского как раз. По-моему, с испанского, да. Там кэнто, да, вот, было написано кентус. И человек, который мне показал эту книжку, он говорит, кентуса как раз. Да, да, да. Замечательно. Это было просто замечательно. И очень много такой вот ширпотребной такой, как это называется, терминологии, да, осталось с тех времен. И осталось, кстати, не только в японских боевых искусствах, или там в японских направлениях, но и в китайских, кстати говоря, тоже. Иногда такое услышишь, что офигеваешь. Кстати, именно поэтому в своем клубе, который был у нас в Москве, я все вел только на русском языке. Был один раз запрос какой-то. А давай на китайском, давай будем на китайском, вот эту вот всю терминологию. Ну, я начал там говорить, вот это вай-вай-туй, там, это сю-пу, там, и так далее. Но, ребята, все, они сдались уже на второй день. Да, кому это надо? Мы учимся здесь боевым практикам или учим там ломаной, Путурухуа, например. Так. Зачем быть агрессивным? К Мише обращается. Нужно быть хладнокровным. А Миша не говорил о том, что он агрессивный. Ребята, вы не представляете себе, что это за человек? Это человек, который... Я не знаю, никогда его нельзя назвать агрессивным. Если бы вы его знали лично, даже вопрос такого не возникло бы. Ну, поверьте мне просто. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...